Девушки отдыхают Девушки отдыхают Валейкум ассалам Сейчас такой момент, я же сейчас на права сдаю На категорию на А, на Б Честно, не знаю, сдам или не сдам Уже деньги даже отложилось, что куплю Вот Поэтому сейчас, наверное, жду до конца месяца Короче, как сдаю И сразу До Москвы Как там будут дела разворачиваться? Значит, рассказываю Вот Буду Снимать квартиру Или комнату Планирую на квартиру, потому что комната Не позволит мне веселиться Общаться со всеми Очень грамотно и весело Поэтому мне Мне срочно нужен человек, с кем буду снимать Ну, на начале, хотя бы на пару месяцев С кем-нибудь Но вот Потом одного планирую Поэтому, если ты Мальчик, человек Или девочка Не знаю Не знаю, с кем заселиться Со мной Самое Самое время Вот Лен, родненькая моя Ответь Ой, Лен Эйлен, родненькая моя Пожалуйста, ответь мне По поводу всего того Что я тебе скинул Есть ли ответ Или нет А то я уже заколебался ждать Все, я отправил СМС Ну, что Ко мне подкатывай До До Казани Слушай, я туда могу приехать На пару дней К родственникам Чисто там Встретиться с тобой Там еще с кем-нибудь И все Казань-то вообще Классный город Офигенный Блин Татары Татары Сила Мне тетка как-то Это Я помню приезжал Она мне говорит Данька, слушай Тебе татарочка нужна Татарочка нужна тебе Полюбой Я говорю Завязывай, пожалуйста Какая мне татарка? Почему татарка-то сразу? Татарки, они Не как казашки выглядят Они нормальные Есть очень хорошие татарочки Прям Изюминки Крошечки Ну ладно Везде, короче, своя красота И так далее Вика Просад Не, я не буду сейчас выходить С тобой Эта, кто хочет пообщаться Давайте мне кидайте Эту В личку Сейчас Прямой эфир Я с кем-нибудь выйду Вот Сижу я сейчас на фестивале Зашел Домой вообще так неохота идти Андрюха, здорово Домой так вообще впадло идти Пиздец Вообще просто не хочется Это жесть Поэтому я пошел сюда Эх По делам Работа 2% на телефоне Нам осталось А, ну окей Бандиты Бандиты Моё родние Кульминационный момент Надеюсь, он скоро настанет И все пойдет по плану Надеюсь По плану никогда ничего не идет Но это меня бесит Короче, никогда не строите какие-то грандиозные Долгосрочные планы Они никогда все к ним будут И лучше всего, когда что-то спонтанно И внезапно происходит Допустим, вы там Какую-то тусовку собираетесь организовать Вы там какую-то тусовку собираетесь организовать Долго ее планируете А потом она бац и не происходит А какая-нибудь внезапная тусовка Она вот, ну согласитесь Заходит прям Очень классная, очень хорошо Да, всем привет Новеньким Ребят Я, короче, немного Выбыл из этой инстаграмной жизни Думаю, сейчас возвращаться буду в Лио И на максимум Ну и просто что-то в последнее время Так неинтересно стало Ну, типа, допустим, я до сих пор В Омске, если нахожусь То даже не знаю, что тут снимать О чем говорить Что рассказывать Супер-пупер Чего-то такого Прям грандиозного Насыщенного Особо не происходит Во-первых, потому что В Омске Ну вот, как-то так А я помню, ребят Я не знаю Последил, увидел Там, когда в Таиланде был Сколько я историй в день выставлял Там По 20-30 историй в день И что происходило Это не описать словами Ну вот, а здесь Показать, да, особо нечего И рассказать Как-то так Вот Что, у кого какие планы Вообще на жизнь Что собирается сделать На ближайшие 5-10 лет У кого там какие планы есть Как себя реализовать Только не говорите мне Что вы там собираетесь Поступать, учиться И потом, блядь, работать Где-то Где-то На вас же мана небесная Не свалится Вы же в курсе Наверное Никто вам не предложит Там супер Какой-то компании работать Если у вас, конечно Не по плату Там все Поэтому реально Смотрите на жизнь И Цепляйтесь за возможности Какие-то В плане Там Реализации себя И Деньги, короче Зарабатывать И все Ну да Сам собой Сам собой С интернетом Я общаюсь Разговариваю Я сел в одно тихое место Думал Здесь попозарил Посижу в одного По итогу Вокруг меня Блядь Собралось Пуево Зрачу Все Блядь Нету То Чего я хочу Из-за этого Я грустный И печальный Я на фестивале Братан Я сижу В кафешке В кафе сидим Здесь общаемся Че там Как у вас дела Вообще Как у вас Че Че Затраш Почему Почему Звезду закрываю Все Да нет Ничего Небудем Все Падаю Падаю Так Че Что бы вам Такое Дикое Прямо Интересно Супер Рассказать Нет Слушай Братан Че У нас Это Короче Никито В наездке Сказался Что Он Сходил Сегодня В Мишки Забронировал Зоны На максимум Человек На человек 20 Вот Но Я не знаю Идти На этих Выходных Не идти Все Как бы там Это промо Которое Сделать надо Я его Сделаю Типа Без проблем Все Да Ну я не знаю Идти Не идти Я его могу Сделать Но не пойти Не очень А просто Как ты Кстати Если ты здесь Как-то на тех Выходных Погулял Ты же еще должен На этих Выходных Там где-то Стрепуху Сделать Свою 170 Братан Если кому-то Это принципиально То 170 Для меня Это не принципиально Выше Не вырасту Ниже Возможно Свои Свои Это клуб Или свой район Или как он там Блядь Называется Я не помню Своё место Своё место Да разговор Ни о чем Не идет Братан Можешь выходить Ничего интересного Не будет Будет скучно Просто Просто общение Одешу Слушай Я не могу Говорить Сколько я вешу Потому что Здесь Находятся Девчонки Которые Сто пудово Больше меня Весят И если я скажу Свой вес Они очень Расстроятся Поэтому Лучше Промолчим Сам Понимаешь А что В этом клубе Свой Где он Открылся Сколько там Народу И все остальное Кто там Отдыхает Кто там Пусть Да блин Ты прикинь Меня это Не калит Как бы Это нормально И ничего В этом Такого Та нету И меня Это ничем Не задевает Но просто Меня Это прикалывает Когда приходишь Допустим В Мишкин В ангар Видишь Ну девчонок Которых Знаешь Или Видел их В этом самом месте И когда туда Приходишь Одни и те же Девчонки С разными Пацанами Уезжают С разными Пацанами И в основном С нерусскими Но я как бы Ничего к этому Отношения не имею То есть нормально То есть у меня Есть друзья Там чеченцы И армяне То есть Но просто Одни и те же Девчонки Все время С разными Пацанами Уезжают Понятное дело И ничего в этом Такого нет Это же нормально Это жизнь Слушай Знаешь Куда надо Сходить Я в Омске Ни разу не был В этой В зажигалке Какой-то Пацанский клуб Говорят Стриптизерный В Москве Помню Короче Ну у меня там Друган есть С ним Обознакомились В этом В клубе Называется Облака Такой Классный Хороший клуб Который Мне один Единственный Нравится Ну мало Там таких Был Ну короче Он меня Затекил По контингенту По народу Прям Хорошо Там Короче Классно Вот И в этом В облаках Я там Познакомился С чуваком Ему По-моему Там 35 лет Ну что-то Около там 40 Ну он прям Такой нормальный Активный Но он арбянин Такой Сука угарный Чувак Вы бы знали Вообще И то есть Что хотел сказать А он сам Он 12 лет Жил В Эти Как он там Называется В Париже 12 лет Вот Мы еще с ним Рядом В одном районе Потом Как казалось Живем И с ним Насписались Блин Это Это вообще Было Балдежно Он мне Такой Говорит Что Сегодня Поехали Тусить Туда Сюда Я ему Говорю Слушай А ты Где Живешь Он Говорит Ну Это В Риотове В районе Я говорю Слушай Я в Новокосино Живу Туже Риотов Он Такой Да Ну На Я Такой Ну Да Он Все За мной На такси Подъехал Мы Поехали С ним Что-то В облака Туда Залетели Там Потусили Потом Говорит Ладно Короче Поехали Отсюда В стриптиз Клуб И все И мы потом В стриптиз Поехали В Москве Есть короче Клубешник Я не знаю Там Знакомый Его Незнакомый Называется Клубничка Вот Я помню Мы туда Приезжаем И там Никого Нету Ну И там Такой Немного Трешняк Был В плане Что Никого Нету И Одни Девчонки Там На шестах Голые Стриптиз Танцевали Все Все Мы Короче С ним Сели Такие И все Девчонки Налетели Все Его Знакомые Он Такой Говорит Ну Выбирай Я Как бы Такой Человек Мне Неудобно Такой Говорить Девчонки Сели Штучки Три Он Говорит Ну Выбирай Сегодня Твой День Я Такой Да Ладно Девчонки Сидят Такие Нормальные Все И Я Не могу Сказать Вот Ты Стремная Ты Тоже Стремная А Вот Ты Допустим Оставайся Ну Как-то Неудобно Но По итогу Как бы Так и Сделали Ну Тоже Побалдели Там И Кроч Классно Пацаны В стриптиз Клуб Сходите Обязательно Блин Понравится Руками Не трогай Только Смотреть Ну Есть Стриптиз Клубы Которых Можно И В которых Есть Допустим Там Второй Этаж Где Допустим Девчонка Которая Понравилась Тебе Которая Стриптиз Вы Ее Берете И С ней Уходите На Второй Этаж И Там Трахает И Все Ну Естественно Все За Деньги Ну В Москве Бюджеты Нормальные Я Не знаю Чего В Омске Какие Ну В Москве Ну Норм Вот Такая Тема Блин Братан Я Просто Хотел Посмотреть Как Ты Двигаешься Танцешь Ну Чизо Так Просто Йокарный Баба Я Б Там Вообще Просто Это Б Вообще Трэш Был Наверное Какая Девчонка Называю Слоненка Покажи Слоненка Достал Хоба Такой На Держи Да Было Балдежно Слушай Короче Будет у меня свадьба Когда нибудь Я тебя позову Тамадой Будешь там Конкурсы Организовывать Типа Лен Интересные Блядь Я просто Вообще Не могу Конкурсы Стрипись Короче Будет На свадьбе Ребят Будет у меня свадьба Обязательно Всех позову Весь в инстаграм Всех Короче Будет весело Когда нибудь Свадьба Будет Будет Вообще Дикий Разъем Блядь Пиздец Навсегда Запомните Эту свадьбу Я думаю Я тоже Буду Блевать на ней Дальше чем Видеть Буду В невесту Свою Блевать В невесту Блевать Буду А она Вот Охой Данил Что ты Делаешь Стопудово Ну конечно Конечно А ты Как Хотел Ну Данил Ну да Фотографа Позову Там Какого Нибудь Который Будет Фотографии Делать Да В этот момент Когда я буду Блевать Дальше чем Вижу Ну ладно Объясняю Тебе Братан Смотри Чем В Омске Заниматься А чем В Омске Я Занимаюсь Ну Чем Занимаюсь То есть Всем Сразу И это Очень Плохо То есть Самое Главное Короче Это выбрать Какое-то Одно Направление В него Углубиться Его Развивать И то есть Поставить себе Цель Там На ближайшие Там 5-10 лет В него Продвинуться Смотрел Сейчас недавно Чувака Чувак Короче В бизнесе Свой бизнес То есть Занимается Им Продвигает И Он То есть За 3 года А за 2 года Он вышел На доход 12 тысяч Рублей Ну Это Его можно Назвать В принципе Неудачникам Что Он За 2 года Вышел На доход На 12 тысяч Рублей Ну Чтобы вы Понимали Есть Большая Разница Когда Ты Работаешь В найме И ты Вот Получил Зарплату Обговоренную С работодателем Вот У тебя У тебя Такая Зарплата Ты Сто Пудово Получишь Оклад Процент Какой То Допустим Вот У тебя Вот Эта Зарплата Но Понимаете Это Не Те Деньги Которые Вы Получаете С Бизнес Бизнес Ты Строишь На Долгосрочный Период С Дальнейшим Как бы Развитием Его Когда Ты Получаешь Какие-то Копейки 5 10 12 Тысяч Рублей Это Совершенно Другие Деньги И ты Понимаешь За что Ты Получил За Определенно Проделанную Работу И ты Чувствуешь Очень Большой Кайф Допустим Даже Когда Знаете Видел Слышал Чувак Допустим На сцену Выходит 15 Миллионов 20 30 Миллионов Рублей В месяц И ты Думаешь Нихуя Себе Жесть Вообще Классно И ты В то же Время Чувствуешь Вот эти Свои Деньги Когда Ты Зарабатываешь 10 12 Тысяч Рублей В месяц Забавно Про чувака Рассказывай И ты Все равно Чувствуешь Этот Кайф Ты Понимаешь Что Ты Бизнес Строишь Долго Срочно На Продвижение Вперед Все И это Совершенно Другие Деньги Я Куда Посоветуешь В МСК Устроиться Слушай Радик Поехали со мной В Москву Вместе Жить будем Ну Хоть Какое-то Первое Время Вместе Будем Картины Рисовать Будем Будем Боди Арт Друг на Друге Рисовать Холсты И Друг Друга Галышом Будем Рисовать Поехали Со мной В конце Апреля В начале Мая Туда Двинем Вместе Затусуем И Поживем Сука Заебал В двадцатых числах Блять Все нахер Ладно Насрать Я просто Не могу Сейчас уехать А блять Убийше Собрался И уехал Я На права Сука Сдаю И вот И они у меня То есть появятся И я с ними Сразу И поеду И все Ну Чтоб уже Было Были Водительские права И все Каршерин Мне там Не дадут Там должен Стаж Как минимум Гота Быть Вот И В Москве Устроиться Хоть куда Вообще Можно Очень Вообще Хоть куда Мож Сколько В Тае Слил Денег Сто Сто Пятьдесят Сто Пятьдесят Ну Слушай Месяц Там Был И Это Не так Много Это Сто То есть Ну Были Моменты Там И ограничило В чем То Да Вот Если Не ограничило Бы Себя Ну Там В Клане Каких Там Движух Еще Что Если Мы С Чуваком Не Заморачивались По поводу Отелей В которых Мы Там Жили То есть Мне Было Насрать Какой Отель Там Да Ну Вот Мне Главное Вещи Там Скинуть И Упасть Поспать И Все Чуваку Надо Было Что-то Лакшери Там Было Там Бассейн Там Качалка Короче Хавчик Там Жесткий Туда Сюда Вот И Все Ну В Москве За рот Садиться Я тебе скажу Ну Если Ты На Каршеринге Будешь Гонять Будет Очень Выгодно Дешевле Чем На Такси Вот Но На Метро Будет Выгоднее Гонять В плане Не то Что По Деньгам А В плане Быстроты Тебе Очень Будет Легко Передвигаться Быстро Вот На Машине Ты Если Там В принципе Практически В любое Время Смотря Ты На Какую трассу Дорогу Попадешь Блядь Я не знаю Там Пиздец Ты встрянешь Там На 3-4 Часа Если С утра Или Особенно После Шести Когда Все После Работы Едут Жесть Короче Будет В такси Работать Проще Ну Можешь Попробовать Чего Для начала Мне кажется Вообще Насрать Надо Менять Просто Вот Эту Локацию То Если Ты В Омске Находишься Развития Нет Никакого В плане Личностного Там И Денежного И Вообще Пиздец То есть У меня Знаешь Такое Это Радик Момент Такой Да То есть Ну Рисую Тоже Холсты Там Да И То есть Я В Омске Ну Люди у меня Спрашивают Че За сколько Рисуешь Холсты Я Говорю Вот Вот Такая Цена Они Такие Блядь Пиздец Так Дорого Я Я В Омске Ну Ну В Москве Говорю Цену Да У меня Тоже Люди Спрашивают Спрашивают Че Сколько Рисуешь Я Говорю Ну Вот Вот Такая Цена Они Такие Ебать И Ты За Такую Цену Рисуешь Так Это Вообще Дешево Ну То есть Чувствуешь Разницу То есть Если Ты Углубишься В Ну В плане Там Творческом Вырасти Финансовом Да То есть Забей на всех парней И на всякие тусовки И на всякие движухи Да Углубись именно В свою Тему Ее развивай Становись в ней Экспертом И профессионалом И все Существует Очень много Крутых художников Да Попы на самом деле Ты можешь Выбрать Какое-то Вот это направление Да Которое Ты развиваешь Какой-то Свой стиль И в нем Стать Ну Одним из первых Или даже Самый первый Вы самый лучший И все Вот И И бабки На это можно делать То есть Допустим Похуй Если Допустим На первом Начальном этапе Это деньги какие-то Не приносит Вообще Насрать У меня Какой момент Был Когда я Допустим Граффити Занимался Рисовал Да То есть Смотри У меня Такой момент Был То есть Я Просто У меня Было Такой Короче Я ходил В художественную Школу Занимался И Видел Очень много Тег По городу Да Там Ребят Знакомых Своих Меня это Очень бесило Что они Там 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 Везде Короче Омск Заполняют И Меня это Очень сильно Калило Что Типа Они везде А меня Нигде Нету Я Я Себя Цель Поставил Что Быть Везде Быть В Омске Везде То есть Везде Чтоб Мое Граффити Было И Короче Что Произошло Я Рисовал Фигово Скичи Граффити Вообще То есть Ну Долгом Рисовать Не умел Что я Делал Я Просто Сидел Драчил Рисовал Когда Все мои Одноклассники Гуляли Бухали По каким-то Тусовкам По Впискам Ну И Делал И Все Блядь То есть У меня Была Задача Развиться Здесь Очень Блядь Четко Профессионально И То есть Я За полтора За два Года Достиг Таких Результатов Ну То есть В плане Творчества Рисования Профессионализма Вот Этого Ну То есть За полтора За два Года Быстрее Чем Ребята Которые Потратили На это Там 5-7 Лет То есть Прикиньте То есть Меня потом Ну Вот От этих Ребят То есть Меня там Звали На граффити Покрасы Там На какие-то Совместные Там Тусовки Вот Эти Граффити Ну Вот И Потом Меня Перестали Звать То есть Меня Ненавидели Уже Из-за Этого Что У меня Скилл Короче Вырос Я Типа Охуенно Там Начал Рисовать Покруче Там Многих Там Старичков И Все Такое И Ну Ненависть Такая Пошла И То есть Меня Короче Можно Сказать Ненавидели Не Любили Вот То есть Такой Момент И Это Было Охуенно Что Меня Ненавидели Я Прям Мне Нравится Вот Когда Ну Понятное Дело Не Мазохизм Садист Там Блять Что То Еще Я Забыл Слово Как Это Называется Но Мне Нравится Когда Допустим Обо Мне Там Говорят Что Типа Ты Долбоед Хуйня Там Все И Так Далее Ну Блять Что В этом Есть Я От Этого Кайфую А В основном Это Говорят Те Люди Которые Блять Завидуют И Сами Нихуя Сделать Своей Жизни Не Могут Ничего Сделать Да В Плане Ну Ленивые Там Блять И Просто Любят Просто Чужую Жизнь Обсуждать И Учить Как Жить А Сами По Сути Нихуя Не Могут Сделать И Все Поэтому У меня Сейчас Такой Момент Стоит В Все Что Угодно Да И Ты Можешь Быть Любым Кем Захочешь Блять В Этой Жизни Это Пиздец Прикинь Что У тебя Дана Всего Лишь Одна Жизнь Одна Жизнь Это Не Как Там У Кошек Типа Девять Жизнь Одна Жизнь Блять И Это Очень Мало И Прикинь Когда Тебе Будет Там Ну Лет Тридцать Там Не Знаю Ну Момент У тебя В Жизни Будет Когда Ты Будешь Ну Переживать И Думать О том Что Ты Вот Когда Твоя Молодость Когда Тебе Лет 18 17 20 21 25 Ты Не Сделал Чего Чего Тобо Боялся Кому Подойти Познакомиться Как То Проявить Тебя Сделать Что Нибудь Блять Такое Ну Что Не Мог Сделать Там Да И Ты Вот Потом В Свои 30 Лет Я Не Знаю И Ты Вот Об Этому Вот Когда Будешь Задумываться Типа Вот Я Мог Тогда Вот Это Сделать Или Что Я Вот Это Допустим Не Сделал И Вот Это Самое Хуевое Состояние Это Пиздец Поэтому Блять Никогда Не бойтесь Почему Учиться Не Пойдешь Нах Это Надо Вот Просто Нах Это Надо Что Это Нах Мне На Взял Фотоаппарат И Просто Хуярил Снимки Просто Делал Первую Свою Фотосессию Помню Это Пиздец Я Просто Серьезным Лицом Делал Вид Что Я Умею Охуенно Фотографировать Фотографии Получилось Зашкварные Ну Я Не Забросил Это Типа Блять Не Получилось Фотографировать Че Блять Ну Пиздец Ебаный Брод Поху Первый Блин Комом Насрать Ебаный Просто Потом Больше Фотосессий Начал Делать Начал Изучать Смотреть Как Это Делать Как Правильно Как Со Светом Работать Как Как Позы Оставить Модель И Все Остальное Начал Изучать Играть С этим Совсем В эту Индустрию Проник Начал Ей Заниматься И Все Стал Каким То Экспертом Вот Идти Учиться Я не Понимаю На Графический Дизайн У меня Дома Есть Планшет У меня Есть Краска Есть Мольберт Блять Нахуй мне Учиться Мне там Они Ничего Нового Не Расскажут Я могу Посмотреть Какие-то Видосики В интернете Блять Есть Интернет Ебаный В рот Я могу Взять Научиться Этому Я просто Сяду И буду Допустим Если Хочу Графическим Дизайном Стать То Я просто Сяду И буду Задрачивать Буду рисовать 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 До потери Пульса Пока Скилл Не наработаю И Какой-то свой Стиль Не выработаю И все Это просто Упорная Работа Тренировка Долгие Часы Работа И все Успех Любит Не ленивых А упорных Вот И как бы Идти В университет Поступать Чтобы потом Блять Работать За 30 За 40 Тысяч Это нахуй Надо долбоебом Быть Я вам Серьезно Говорю Университет Вас ничему Не научит Если вы Еще на Залочке Учатся То это Пиздец Вы Я понимаю То есть Люди На Залочке Зачем Учатся Потому что У них Есть Какие-то Дела Там Они Чем-то Там Занимаются Работают Там Что-то Продвигают Еще Что-то Делают И они Просто Получают Вот Эта Блядь Корп И все Нахуй Я Мне Блядь 10 дней Хватило Отучиться И все Понимаешь Нужные Знакомства В университете В плане Творчества Ты не заведешь Их Вообще Пиздец В университете Какие Блядь Там Знакомства Допустим Художником Ты хочешь Быть Дизайнером Ёпта Что тебе Надо делать Такое Время Не тратить Рисовать Дизайн Изучать Там Всякие Шерифты Всякие Вот эти Творческие Штуки Там Да Ходить На выставки Общаться С людьми Нетворкинг Заведение Новых знакомств Сверх Все И самому Быть движником Делать Охуенный Контент Все Ты будешь Пиздатом Дизайнера И Самое Главное Это Сразу Цену Себе Обозначить Творчество Должно Охуенно Оплачиваться Ты Работаешь Руками У тебя Есть Фантазия Это Не должно Стоить Копейки Ё Это Не должно Стоить Копейки То есть Ты должен Знать Себе Цену И то Что ты Делаешь И все Учиться Поступать На кого То Я И Знаю Ну Это Просто Мое Лично Субъективное Мнение Ну Может И мнение Кого-то Из вас Еще Ну Блядь Это Просто Тупая И очень Пустая Трата Времени Понятное Дело Там Знания Какие-то Получишь По той Сфере Куда ты Поступил Но Большинство Ребята Они Когда После Школы Уходят Ну Закончили Типа Школу И Большинство Не знают Чего Они От жизни Хотят Ну Блядь Тебе 17 18 Лет У тебя Какое Понимание Что ты От жизни Хочешь Кем Ты Хочешь Быть Ну Нет Туда Понимание Ну Вот И То есть Все Обычно Поступают Туда Лишь бы Куда-то Поступить По совету Блядь Родителей И все Это Пиздец По совету Родителей Нахуй Знают Родители Большинство Всех Консервативные Люди Они Выросли В одно Время По одним Стереотипам Взглядам Мировоззрению И Они Впитывают В тебя Учат Жить А так же И все Ебаный В рот 21 век Хоть на чем Я вот Блядь Возьму Сейчас Здесь Я не знаю По посередине Кафешки Сейчас Блядь Сяду Насру Мелом Отчерчу Сфотографирую Да это Блядь Искусство Может быть Пиздец Серьезно То есть Деньги Сейчас Блядь Просто На голову Включать И все И просто Делать Типа Не бояться Что знаете Люди Почему бояться Чем-то новым Заняться Чем-то новое Сделать Почему люди Боятся Блядь Объясняют Слушайте Первое Это потому Что у каких-то Их знакомых Друзей Был какой-то Ужас